Здравствуйте! Это программа ПРО. В ней мы знакомимся с новинками на потребительском рынке и общаемся с ведущими специалистами города и области. Ну а сегодня программу ПРО для вас проведут Станислав Чибриков, Михаил Кириллов и я, Яна Соловьева. Привет! Привет! Смотрите в программе. Непростое украшение. Про выбор обручальных колец. Глобальное потепление. Про системы утепления загородной недвижимости. Непыльное дело. Про установку очистителей воздуха в квартире. Ребята, слушайте, я хочу побыть капитаном очевидностью и напомнить, что у нас скоро майские праздники. Да ладно? И что? Серьезно? И что? Ну вот, будем праздновать. А у вас какие вообще любимые праздники? У меня день рождения. Ну, мой день рождения. Хорошо, у меня тогда два праздника. Это Янин день рождения и Новый год. Вот. А у меня Янин день рождения, Новый год и свадьба. На самом деле, больше всего люблю свадьбы. Ну, свадьбы ты любишь как не участник, как ведущий, правильно? Ну, на самом деле, и как ведущий, если приглашают как гостя, хотя в последнее время это не бывает. Ну, сам ты... В принципе, сам весел. Сам ты не жена. Нет, я не жена. Но тогда следующий сюжет будет очень полезен и для Михаила, как для потенциального жениха, и для всех, кто только собирается создать ячейку, так сказать, общества. Сюжет о самом главном свадебном аксессуаре. Смотрим. Стас, мне кажется, или ты чем-то озадачен? Не кажется. И даже не так я озадачен. Мой хороший знакомый собрался жениться. Он вначале должен сделать предложение своей избраннице. Вопрос, что подарить, как сделать это предложение. Кольцо, может, это банально уже или не модно сейчас, не знаю, там, цветы. Стас, кольцо всегда в моде. А какое? Пойдем спросим у экспертов. Пойдем. Казалось бы, что сложного в том, чтобы выбрать кольцо? Понравилось внешне и по цене? Подобрал или угадал с размером? Подарил избраннице и дело сделано. Скажу честно, так думает большинство мужчин. Но, как оказалось, все не так просто. Форма кольца, цвет металла и камень имеют большое значение. Обычно выбирают помолвочное кольцо. Кольцо выбирается классической формы. Вот, например, такое интересное колечко с бриллиантом. Смотри, какой красивый. Что касается выбора металла, то здесь мы рекомендуем обратить внимание, какие предпочтения у самой девушки, какой цвет металла она носит. То есть, если золото, может быть красное либо белое. Также есть помолвочные кольца из такого металла, как палладий и платина. Как правило, помолвочное – это тонкое классическое кольцо с камнем. Ориентируясь именно на него, стоит выбирать украшение. И желательно соотнести его с образом и характером будущей обладательницы. Для нежной и утонченной невесты подойдет небольшой камушек, а для смелой и активной – более крупный. Что интересно, оказывается, после свадьбы оба кольца можно носить как на одном пальце, так и на безымянных пальцах обеих рук. В этом случае помолвочное надевают на левую руку, ближе к сердцу, а обручальное, как и положено в нашей стране, на правую. Так как дарят в первую очередь помолвочное кольцо, то, по всей видимости, уже потом надо выбирать обручальное в зависимости от того, какое было помолвочное. Ну, как они в комбинации будут смотреться на пальцы, да. То есть мужчина должен заранее продумывать, какое кольцо он берет на помолвку. И ориентироваться на вкус девушки. И на свой кошелек. Да. Бывают парные кольца, у мужчин нет камней, а у девушки будут камушки. В отличие от помолвочных, обручальные кольца могут быть разной формы. И классической, круглой, и нестандартной, в виде гаек, с различными выступами, с разными орнаментами и с всевозможными вставками. Ну что, с кольцами более-менее все понятно? Более-менее, да. А ты знаешь, что кольца обычно вставляют только камень, как бриллианты? Ну, бриллианты тоже разные бывают. Разные формы, разного цвета, разные цены. Вот именно. Есть определенное правило. Это правило называется 4С. Мы выбираем бриллиант по цвету, по чистоте, по ограночке и по размеру камня, то есть размер камня в каратах. На бирочке каждого изделия есть характеристики камней, вы легко с этим справитесь, и продавец-консультант вам в этом поможет. Бриллиант – дорогостоящий драгоценный камень, и поэтому является желанным объектом для подделок. Причем обманки бывают настолько искусными, что иногда ювелиры-эксперты не могут отличить их от подлинника. Чтобы при покупке не обмануться, спрашивайте у продавца международный сертификат. Существует определенный реестр международный, то есть набрать этот номер, и вы увидите, что действительно этот бриллиант зарегистрирован, официально добыт, и что этот камень вы можете продать в любой точке мира. Бриллиант, конечно, камень идеальный и красивый, но последние тенденции говорят нам, что и помолвочные, и обручальные кольца могут быть с любым драгоценным камнем. А мне кажется, вот к этому колечку мог бы подойти вот этот браслетик. Абсолютно верно. Каждое украшение хочется чем-то дополнить, чтобы это смотрелось гармонично. Я, как женщина, после выбора основных колец не забыла и об образе невесты в целом. В такой торжественный день, как свадьба, она должна быть краше всех. А значит, все нужно продумать до мелочей. Бывает, что платье невесты какое-то уникальное, какие-то цветовые решения есть. И для этого мы можем предложить также и камни. Они бывают разных цветов, палитра очень многогранна, ярко. К сожалению, добыча этих камней уже исчерпана. На многих точках планеты это является единственным месторождением. Эти камни узнаваемы, они яркие, у них определенный блеск, огранка. От себя добавлю, драгоценности – это, конечно, красиво, но не стоит забывать, что главное для молодоженов – взаимопонимание и семейное счастье. А что касается украшений, то еще знаменитая Коко Шанель говорила, что это не более чем декоративный элемент – деталь костюма. Поэтому даже умело подобранные недорогие варианты могут стать отличным акцентом в образе. Выбор украшений, ну, просто огромный. Это хорошо, потому что можно выбрать украшения на любой цвет, вкус и кошелек. Ну, свадьба – это, конечно, прекрасно, весело, интересно, но потом все-таки начинается семейная жизнь. Ну да, ну что? Ты обреченно сказал, ты что вообще никогда не женятся после этих слов. Я и так-то сомневался. Семейная жизнь не так страшна. Ну что, отдавать все деньги жене. Да. Пылесосить. Приходи к вам на домой. Нет, стоп, стоп, давайте более глобально мыслить. После того, как создал семью, нужно что сделать? Построить дом, родить сына, посадить дерево. Да, ну вот это я понимаю. Ну это все к жене, а мужчинам-то что делать? Ну строить дом, построенный женой дом – утеплять. Поэтому давайте сейчас сюжет посмотрим о том, как утеплить уже имеющийся дом, при помощи каких материалов это лучше сделать. Конечно, каждому, у кого и загородный дом, хочется, чтобы он был теплым и уютным. А вот как этого добиться, давайте будем выяснять вместе. А выяснять будем на выставке, демонстрирующей инженерное оборудование, а также материалы для строительства и обустройства загородной недвижимости. С чего начинается строительство дома? Конечно же, с закладки фундамента и возведения стен. Сергей, скажите, что это за материал? Пенопласт, не пенопласт, бетон, не бетон. Я вижу, он достаточно прочный и очень легкий. Что это? Этот материал называется полистирол-бетон. Он действительно в себя вмещает сразу одновременно несколько свойств. В первую очередь, это теплоизоляционные свойства, которые дают вот эти вот полистирольные гранулы. Он идет на основе цемента с водой, которая дает прочность. Из этого материала строят дома высотой 2-3 этажа. Этот материал примерно где-то на 23% теплее, чем газобетон, в 2 раза теплее дерево. Есть некоторые особенности. Шурупы, саморезы и гвозди практически невозможно использовать для внутреннего крепления. Все очень просто. Когда мы подходим к стене, нужно брать специальные дюбеля. Вот это дюбель для ячейстого бетона. Вот на таких дюбелях висят кухонные гарнитуры, водонагреватели, все что угодно. Ройный дом можно утеплить снаружи. Вот некоторые способы. Первый. Теплоизоляционный материал крепится к стене с помощью клеевого раствора, затем происходит отделка штукатуркой. Второй способ. Создание трехслойной невентилируемой стены, где утеплитель крепят специальным раствором, после чего строится внешняя стена толщиной в один кирпич. Между утеплителем и новой стеной должен быть воздушный зазор. И как вариант, третий способ. Вентилируемый фасад. За счет чего происходит сбережение тепла? Сбережение тепла происходит за счет того, что мы делаем снизу теплоизолирующий пояс из утеплителя, тем самым мы отсекаем приточку холодного воздуха. Стена дышит за счет воздуховодящих щелей, находящихся сверху, и вертикальных стыков, потому что панель сама не герметизируется. Дом построен, стены утеплены, настало время подумать о системе отопления. Тут все традиционно. Для этой цели используются всевозможные печи и уже полюбившиеся в Сибири твердотопливные котлы. Сырьем для которых может служить уголь, дрова, брикеты, пилеты. Если мы возьмем средних размеров загородный дом, пусть это будет 100 квадратных метров. Какой мощности котел вы бы посоветовали? На 100 квадратов в среднем 12-15 киловатт. Котел подходит. Ну, автомат непосредственно вот прям 12 киловатт. То есть вот? Прям вот этот. Прям вот самый оптимальный подойдет. Такие котлы производятся только в напольных вариантах, имеют большую массу и, как правило, при загрузке топлива может выделяться небольшое количество дыма. Поэтому было бы неплохо выделить помещение под оборудование. Впрочем, отдельная котельная не помешает для любых печей. Неплохим дополнением к основному отоплению могут послужить солнечные панели. Перед вами представлен солнечный коллектор. Его задача – греть воду, которую мы можем использовать как для горячего водоснабжения, так и для отопления помещений. Принцип работы этого коллектора заключается в том, что он преобразует солнечную энергию в горячую воду. Несмотря на кажущуюся хрупкость, панели достаточно прочные и могут прослужить верой и правдой до 20 и более лет. Их главный недостаток – цена. За такой уже полностью смонтированный комплект, состоящий из двух панелей, придется выложить порядка 220 тысяч рублей. Зато в период эксплуатации не надо будет тратиться на нагрев воды. Самое теплое место в загородном доме – это, конечно, баня. Да-да, вы не ошиблись. Я сейчас нахожусь действительно в бане. О ней и поговорим со специалистами. Как работает этот аппарат? Как подключаем воду? Куда она потом девается? Как это лучше всего сделать? У нас есть несколько вариантов. Первый вариант самый распространенный – это когда воду набирают через шланг сверху, наливают. Для слива воды у нас есть отдельный кран. Там, куда сливается вода, вы уже можете это сделать либо в дренаж, либо на территорию куда-то дальше. А нагревается чан либо с помощью печки. Ну, там дрова везде используются. Либо это будет печка, либо это открытый огонь, либо у нас есть витрозащита. Такие чаны лучше всего устанавливать на улице. Это существенно сэкономит семейный бюджет, так как нет необходимости возводить саму баню. Однако в сильные морозы и ветра будет уходить много дров для нагрева воды. Конечно, то, что мы показали вам сегодня – это лишь небольшая часть из мира современных технологий загородного строительства. Мир высоких технологий не стоит на месте, а значит, будет повод для новых сюжетов. Ребят, вот для вас, наверное, как и для меня, для сибирской жительницы, важно, чтобы наконец-то стало тепло не только дома, но и на улице. Ну да. Скоро будет лето, месяца через 3-4, и будет, я думаю, тепло. Я очень надеюсь на это. Дорогие оптимисты, должен вас вернуть на землю. У нас до лета есть еще такой промежуток времени, как весна. Наша сибирская пыльная весна. Чем же она хороша? Она хороша тем, что это проверка для наших легких и для наших квартир. Надо постоянно мыть дома, убирать эту пыль. Можно не открывать окна? Ну, хочется проветривать. А как, жарко? Дома жарко, хочется свежий воздух. Свежий воздух даже важный. Открываешь окна, в дом летит вот это вот с улицы пыль, грязь, сажа, гарь. В общем, как-то надо решать эту проблему. Есть или вариант не открывать окна и сидеть в жаре и в духоте, или есть намного проще вариант установить специальные приспособления, которые, собственно, и очищают воздух. Такие есть? А вот мы сейчас из сюжета и узнаем об этом. Глубь небес опять ясна, пахнет в городе весна. Это стихи. А это реальность. Запах и суть города. Выхлопные газы, пыль, шум, закрытые окна и никакой романтики весны. Один углекислый газ в помещениях, где мы живем и работаем. Существуют данные крупных исследований, которые говорят о том, что повышение уровня углекислого газа кровью выраженно влияет на работу центральной нервной системы. Соответственно, проветривание необходимо производить не меньше, чем раз в час. Городской загрязненный воздух способствует развитию и обострению различных болезней, в том числе проявлений аллергии, респираторных заболеваний, головных болей, появление кашля и головокружения. Какой выход? Бежать или обратиться к проверенным способам очистки воздуха? Пару недель назад моя хорошая знакомая Наталья по моему совету установила у себя дома бризер. Давайте зайдем к ней в гости и посмотрим, как изменилась за эти две недели ее жизнь. Привет! Как и обещал, зашел в гости. Проходи. Покажи, Наташа, где он. Вот, это уже установленный... А он работает, нет? Да, он работает, посмотри. То есть он сейчас, в данный момент... Так его не слышно. Да, работает. Чувствуешь воздух? Чувствую. Чувствую воздух, но я его абсолютно не слышу. Напомни, почему ты все-таки решила установить у себя дома бризер. Помнишь, я тебе рассказывала, что Катя последние полгода это что-то невыносимое с кашлем. Это предосматическое состояние, как говорит пульмонолог. Возможно, аллергия. Притом, аллергия, знаешь, можно обследовать очень долго. И кашель к вечеру, переходящий в ночь. Пульмонолог посоветовал что-то срочно делать с воздухом. А учитывая то, что зима, батареи очень горячие, окно закрыто на ночь, естественно. И в результате воздух нагревается очень сухо. И вот этот кашель, она жила на таблетках. Мы все различные варианты пробовали. Мы купили увлажнитель. Но когда ты включаешь увлажнитель на душную, горячую комнату, получается эффект бани. Ну и вот ты рассказывал тогда про бризер, помнишь? Вот, я заинтересовалась, посмотрела в интернете, почитала отзывы и поняла, что эта штука совершенно точно нам нужна. Ну, по крайней мере, как вариант попробовать. Плюсов очень много сейчас выяснилось. Видишь, окно закрыто, и мы с тобой в абсолютной тишине, и мы не слышим, что там происходит. То есть, воздух у нас... А проветривание идет. Насколько сложно было его установить, и насколько это времени много занимает, и насколько это сама работа оставляет после себя какой-то мусор, грязь? Не, на самом деле все произошло очень быстро. В стене, сопряженной с улицей, проделывается отверстие, которое утепляется и шумоизолируется. Бризер навешивается на стену и подключается к розетке. Многоступенчатая система фильтров позволяет бризеру очищать уличный и комнатный воздух от многих типов загрязнений. Пыли, даже мельчайшей, пыльцы, пуха, выхлопных газов и промышленных выбросов. Смена фильтров осуществляется раз в один-два года. Улучшения, они на самом деле налицо. Самое важное, что она просто спокойно спит, Стас. Понимаешь, она засыпает, нет вот этого кека, нет кашля, нету кашля ночью, потому что воздух свежий, воздух чистый. Это реально так. Никогда бы не подумала, никогда бы не поверила, но это правда. Стас, хочу тебе сказать большое спасибо за такой полезный сюжет. Спасибо тебе, Стас. Пожалуйста. Даже Миша, спасибо. Спасибо. Я вот думаю, если изобрести такой очиститель для целого города, можно получить Нобелевскую премию. Нет, если для целого города один большой пылесос, то можно премию мира даже получить. А я вот думаю, вам премия мира зачем? Денег, да, хотите? Вот меркантильные, ребята? Да нет, не меркантильные, ну, прагматичные. Факт. А еще больше интересных фактов и новостей с потребительского рынка вы увидите в наших следующих выпусках. Смотрите нас каждый четверг после вечернего выпуска новостей по выходным в утренние часы и на нашем сайте nsk49.ru. Ну, а с вами сегодня были Станислав Чибриков, Михаил Кириллов и я, Яна Соловьева. Вы смотрели программу ПРО. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!